девчонки я там смотрю у нас солнце появилось наконец-таки за окном на на улице добавь 15 градусов бэтмена смотрю на мусик у меня тут готовит хачапури да а как ты делаешь тонкими их дай как-то на их тонкими делает нет делай как делаешь бате все отдала до такой и пути власик одевничка мой крысят уничка васик за пути власик а где батя вам чем-то он сидит просто сидит сходил этот как его просто кваши дал цепка он не хочет бы это просто смотреть да он свяжу может подышать не любит такие фильмы цель аккуратно это томатик что ты жука фанейский мужик ну еще какой везде везде успевает по на зуб все попробовать чего-то ты сейчас наверно буду хачапури с этим где на каком масле пожарить черный 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 с лимоном тебе на какой маски пожарить на каком ты жаришь я на подсолнечном на другом не на пахучем жарю тебя на каком пожарить на каком жаришь девчоночки я можно сказать с вами вышло поговорить но правда на улице есть пару и вопросов мне позадавали и так вам кое-что есть рассказать я прочитала вот такую вот книгу девчонки коновалов наконец-таки знаете впервые в истории за последние пять лет мною одна единственная прочитанная книга до самого конца дело в том что я очень много наверное вы замечали в последнее время каких дел начинала и так все не заканчивала знаете вот какая-то у меня проблема прям с этим то есть не довожу начатое дело до конца и это нужно как-то исправлять сколько я тренингов начинала сколько разных там массажных техников техника начинала и все у меня так осталось на полпути не знаю почему так получается что получается что ну не могу завершить начатое и поэтому вот у меня накануне не накануне даже в день полнолуния там была практика которая проводила я сидела до двух часов ночи писала только лишь потому что мне нужно выработать эти вот эту вот себе привычку начинать дело начинать и завершать скажем так дело до конца по поводу книги что я вам хочу сказать книга интересная книга необычная давайте на нее немножко наверно переведу и буду вам потихонечку листать и расскажу вообще у этого автора он достаточно известный такой человек коновалов книги и выпускает книги которые лечат его в его арсенале не только одна эта книга книга называется человек и вселенная есть масса других книг и они там подразделяются в зависимости от того какие органы они лечат то есть есть здесь книги прямо на сердце и сосуды есть прям преодоление старения болезни позвоночников и суставов и так далее почему книга такая достаточно именно для меня противоречивая я уже говорила и в принципе я останусь при этом мнении что мне кажется автор немножко себя возвеличивая да несомненно он обладает какими-то определенными способностями даром лечения у него огромный багаж знаний помимо того что он врач профессор каких-то наук то есть он с медицинским образованием но он не остановился на этом то есть он за основу взял сейчас но под после долгих лет изучение не традиционную медицину не традиционную медицину а не традиционную медицину наверно вы поняли да вот и очень вот именно конкретно в этой книге он рассматривает такие понятия как человека вселенной то есть насколько мы друг с другом взаимосвязано он на приводит как бы одну из теорий создания вселенной да одну из теорий как человечество развивалась кто кем строились пирамиды в египте да о пришельцах он в этой книге пишет но есть то есть достаточно так интересно да интересно необычно меня сподвигла эта книга прочитать еще какие-то последующие его книги потому что человек достаточно интересно и я вот прошла зашла на сайт на его у него есть свой сайт оказывается потому что здесь неоднократно говорилось о том что он собирает какие-то сеансы мне захотелось посмотреть если эти сеансы сейчас данный момент потому что приводились например письма в этой книге людей от 2000 года извините мне прошло уже 20 лет да да он до сих пор проводит сеансы эти которые проходят в москве и в питере но в связи сейчас карантинными мерами в москве перенесено по моему на осень и в питере перенесены на осень то есть в зале по моему в олимпийских в олимпийском или в лужниках лужниках москве проводится три дня и в питере там три дня тоже тоже где-то то есть вы кто проживаете в данных городах конечно у вас есть шанс и вам посчастливилось побывать лично на этих сеансах есть у них кого какие-то заочные сеансы он действительно помог огромному количеству людей потому что я не только услышал это канавалове прочитав его книгу то есть я до этого из разных источников от разных людей слышала и действительно люди прямо вот ну буквально диагнозы снимают то есть был диагноз допустим рак после его сеансов через какое-то время эти диагнозы снимаются врачами и рчи сами не в доме не в доме не в доме вани вот но рекомендую все таки несмотря на то что есть какой-то вот там нотка оттенок возвеличивания себя даже не самим автором а пациентами но я знаю что люди они склонны сохранить создавать себе кумиров все равно рекомендую эту книгу к прочтению потому что может быть вы вообще на лечении на свои болезни и вообще на все происходит то что происходит нашей сирены посмотрите немножко с другой стороны вот и на свои болезни это все в принципе такие противописные истинные но лично для меня потому что я много что до этого просматривала изучала натыкалась и как бы я в этой тематике уже давненько да меня ничем не удивить что можно снять диагнозы у меня очень много было даже вы лично у меня таких историй когда просто без какого-либо лечения пропадала какое-то заболевание мгновенно просто бах и все его нету я никаких усилий не прилагала к этому а вот поменяв просто определенные паттерны мышления ну если так сказать короче но рекомендую прочтению тем более эта книга знаете не досталось каким образом вообще на стоит 300 рублей 305 рублей но купила я всего лишь ее за 40 рублей те кто проживает в сарате у нас есть хинистический магазин имейте ввиду дам книги которые не распродаются у которых остатки магазинах там спрос маленький их туда сливают в этот магазин и книги там по 30 рублей по 50 60 очень дешево вот этом эту книгу не купила как раз так что еще хотелка я просто убрала час отсюда в принципе здесь ничего такого нету это я писала на полнолуние определенные на два слова тут говорить вот я из лекции одной девушки прочитала увидела прослушала увидела и записала вот а потом здесь не здесь вот вам ставлю а либо в начале вы увидите либо в конце я вам покажу есть такое предложение интересное когда вы закачиваете свою фотографию можете посмотреть свое состарившееся лицо и что было бы если бы вы сменили пол так вот я могу сказать я себя перевела в мужчину у меня даже есть загруженная фотография в инстаграме как бы я в обычном облике своем в обличии в обычном и потом перевела его мужскую и мне там писали даже девчонки что этом на океану ривзов ривзов похоже еще на других каких-то персонажей вот я так ничего так мужиком было классно мужиком было вот симпатично папа у меня похож на свою сестру и это вот глаза вот здесь вот разрез глаз как то вот это вот именно часть в области глаз и в области рта очень очень сильно похожи единственное нос программа сохранила его нос и мама моя вообще практически не поменялось вот что она в мужском обличии что в женском только мужскому немножко волосики покороче сделали ну и бородку и прибаться ли светлого цвета вообще не поменялось очень интересное предложение имейте ввиду apps app story по-моему называется это скачала я но их на айфоне это предложение так называется и меня мне задали вопрос как мы приучили цыплят котам или котов к цыплятам вот мы не как их не приучали ну наверно вот как-то логически наверно будет так да я уж думала как мы приучали мы вроде бы их никак не приучали а потом подумала почему же они у нас приучились ну ладно-то по идее адик он уже знает что каждый год там выводит родителей цыплят то есть он более-менее к ним привык капитон да он впервые их увидел и причем при всем при этом он особо на них никак не реагировал то есть не охотился на них но было дело так то есть мы ну когда когда выводится господи где у меня мыслями чуть параллельно где-то никого никого на улице дубак вообще в зимней куртке практически зимой куртки ну вот вы когда выводите цыплят они маленькие кот видит что родители ухаживают за этими цыплятами да они растут вот прям с мальца он постоянно их ежедневно видеть как они мелькают у него перед носом мама ему там говорит нельзя это свои и вот таким вот образом он привыкает естественно когда они вырастают 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 и они вырастают у него на глазах собственно говоря он их видит и не никак на них не реагирует то есть не реагирует на них как на птицу то есть как на добычу причем он охотится реально на воробьев то есть он как-то отличает они все равно отличают этот цыпленок а это там воробей на воробьев он до сих пор охотится на цыплят не охотится у меня же капитон приехал уже впервые видел цыплята есть до этого он их не видел он за адиком наверное как-то смотрит потому что он когда их впервые обнюхивал капитоном говорили массе нельзя нельзя потом как-то капитан увидел что од nasty охотится за цыпленком господи еще это кору что они кого хооп титься не за цыпленком и за воробьем охотится и как ни странно капитан тоже потом начал охотиться за воробьями но он тоже как-то отличает вот за воробьем можно охотиться за цыплятами нельзя то То есть он какую-то грань у себя в голове имеет. И тоже было такое дело, что он тоже подходил, как-то их обнюхивал. Мы говорили, нельзя, нельзя. То есть, ну, вот это вот слово нельзя, он знает, во-первых, слово само и знает интонацию, с какой я говорю, да, нельзя. И, соответственно, он понимает, что вот нельзя, это значит нельзя. Единственное, было несколько раз такое, что, то есть ни один цыпленок у нас за все это время не пострадал. И было один раз такой, или даже пару раз, что капитан не охотился, а игрался с ними, то есть старался играться. Он как будто бы за ними так вот охотится, но причем он, знаете, вот не так на воробьев он охотится, он вот так вот пригинается к земле. И вот так вот, какой-то голос такой, звук от него исходит, то есть он что-то так крякает, как-то интересно, но это про капитона говорю. И так потихонечку, потихонечку, так следит, 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 так медленно-медленно проползает, проползает к этому воробью. А вот с цыплятами он по-другому, то есть он не пригибается к земле, он стоит полностью на обеих лапах, не пригнувшись к земле, и он пытается с ними как-то заигрываться. То есть он может так кинуться на них немножко, потом отбежать, кинуться, отбежать, ну, то есть играется с ними. Но мы тоже не даем играться, потому что он может невзначай, он же может силу свою не рассчитать, невзначай там кинуться, лапы долбануть, цыпленка опрокинуть, да, и там сильно ударить, либо когти выпустить и в глаз воткнуть. Поэтому тоже мы стараемся объяснять, что там нельзя, даже играться нельзя. Ну, вот как-то так, не знаю, те, кто растут изначально друг с другом, с детства, с раннего вместе, вот, то дружат, да здравствует дружба. Так, всё, что я вам хотела сказать на повестке дня? Вроде бы всё, вроде бы всё. Продолжение следует...